Добрый вечер, уважаемые телезрители! Это телеканал Орехово Зуево и наша программа Арсенал Истории. Как всегда, мы на том же месте, в уютном кафе Арсенал Торгового Центра Фабрика. Здесь очень уютно, замечательно. Загляните обязательно, если вам захотелось тепла. Ну, а мы, как всегда, заглядываем сюда для того, чтобы побеседовать с интересным человеком. И такой человек оказался им Алексей Позняков. Это не просто мастер, а это мастер с большой буквы. Мастер по татуировкам. Многие говорят, что мастера по татуировкам – это мастера-художники. А так ли на самом деле? Итак, давайте знакомиться. Алексей Позняков. Алексей, у меня первый вопрос. Вот скажи, пожалуйста, можно ли приравнять мастера по татуировкам или татуировщика к художнику? Ну, в общем-то, если грамотный татуировщик, он и должен быть художником, по сути дела. Потому что, если ты не художник, ты не можешь свободно ориентироваться в эскизах, в дизайнах. И клиенту ты не сможешь предложить всего спектра услуг в полной мере. Скажи, пожалуйста, а вот этим делом, этим ремеслом, можно даже сказать, ты начал когда увлекаться? Давно. Давно. Был мне 17 лет. Первый раз я попробовал сделать татуировку. Даже нет, гораздо раньше, наверное, попробовал первую татуировку. Но начал заниматься лет в 17. Ну, сначала это были друзья, естественно. Без них это не обошлось. Как бы с их такого наставления на путь, все это дело свершилось. Один изъявил желание, доверился мне. На тот момент, вроде бы, как я среди них рисовал неплохо. По крайней мере, лучше, чем они, все остальные. Ну да, что-то получилось, понравилось ему, понравилось окружающим. Начали обращаться друзья остальные. Потом друзья друзей, потом друзья друзей друзей и так далее. Ну вот на сегодняшний день ты являешься в нашем городе одним из лучших татуировщиков в этой области. Существует ли вообще какая-то градация? Вот кто лучший, кто худший в среде мастеров? Или это вот идет по сарафанному радио, скажем так. Я сделал тату, и этот художник суперский. Я говорю кому-то. Ну, об этом так судить тяжело. Вот мне, как мастеру, допустим, лучший я или худший, там, или посредственный. Об этом, как бы, больше скажут мои работы. Если людям нравится моя работа, то, естественно, они пойдут ко мне. Сегодня у нас в гостях Алексей Позняков, мастер по татуировкам. Можно еще сказать, татуировщик. В принципе, пока еще непонятно, как называть тех людей, которые занимаются художеством по телу. Скажи, пожалуйста, Алексей, а есть ли какие-то учебные заведения, где обучают этому искусству? Ну, обучают этому ремеслу во многих местах. В Москве, в известных студиях, в известных салонах, в принципе, при салонах имеются курсы для обучения тату-ремеслу. Известные мастера преподают это дело, как бы обучают, люди сдают им экзамены, они принимают или не принимают. Ну, чаще принимают. И если хорошая студия, в принципе, они выпускают, проводят хороший отбор и действительно выпускают мастеров. Вообще, искусство тату, оно же идет из глубины веков практически, да? То есть, еще в Египте, в древнем, в азиатских странах. В первобытные времена, и то уже делали люди себе какие-то изображения, какие-то символы. Скажи, пожалуйста, а зачем люди делают татуировки? Ну, если брать, как бы, с тех пор, откуда оно пришло, ну, это были какие-то, как бы, считалось магические символы, вот. Либо это были принадлежности к какому-то роду или племени, вот, ну, символы. Потом это какие-то были знаки доблести, отваги, я не знаю, еще там и прочее. А сейчас это, ну, просто как искусство, скажем так, оно переросло немножко, видоизменилось. И сейчас просто, ну, как бы, стало модным и популярным украшать свое тело татуировкой. Есть люди, которые не останавливаются на достигнутом, они делают на одной части тела, потом на второй части тела. И то есть, они практически всего себя изменяют. Вот, вот, скажем, сколько у тебя татуировок на теле? Ну, в данный момент две. Одна вот большая, вторая поменьше. А вообще, в нашей, как бы, сфере принято это называть синей болезнью, так называемой. То есть, человек, когда сделал одну, ему это понравилось, он хочет еще. Ну, и вот это вот идет вот по нарастающей. И это довольно-таки часто проявляется. Ну, правильно, это когда ты занимаешься тяжелой атлетикой, хочешь больше и больше накачаться, скажем так, да? Ну, есть же такое, да? Да, тоже, как бы, вот они привыкают к этому, они уже без этого себя не представляют, и у них начинается... Хорошо, а кто тебе делает эти татуировки? Сам или нет, или все-таки? Нет, сам я себе это сделать, естественно, не могу, тем более здесь вот на этой руке она, как бы, у меня правая, левой рукой я не рисую. Вот, это я в Москве делал. Нашел себе мастера, хорошего мастера, вот. И вот он мне это все воплощал. По моим задумкам, с его, как бы, творчеством, с его фантазией, все мы вот это вот воплотили. То есть, это, как бы, эксклюзивный дизайн, и он создавался в голове у мастера и у меня. А что это означает вот на руке? Давайте покажем нашим телезрителям. Этим, в принципе, и все сказано, наверное. Ну, это персонажи из фильма «Чужой». Чужой. Да. Ну, и все оттуда вытекающее. Ну, и в стиле в этом жестве. Вообще, ты сам сказал, что любая татуировка – это магический знак, это не просто украшение, скажем, да? А люди еще используют для чего-либо. Вот, допустим, Анжелина Джоли, да, известная киноактриса, собственно говоря, которая вела моду на татуировки среди девушек особенно, да? Вот она тогда ездила в Камбоджу, по-моему. Именно там ей сделали татуировку охранную, так называемую татуировку, какой-то амулет. Вот. К тебе люди обращаются с тем, чтобы «Леш, вот мне вот нужна такая какая-то защита?» Ну, бывает. Но только сейчас, как бы, смысл татуировки, он несколько расширился. И люди сами закладывают в нее смысл, как правило. Есть, конечно, там определенные магические какие-то, лечащие, там еще там и подобное. Ну, то есть дизайны, рисунки, идеи, которые пришли из древности. Они, да, еще до сих пор там пользуются в каких-то определенных кругах своей, ну, спросом. Их, как бы, наносят на тело. Но это уже все реже и реже происходит. Как правило, это сейчас просто какие-то популярные, там, моменты, там, из фильмов, там, я не знаю, какие-нибудь картинки из комиксов, там и тому подобное. То есть фантазия безгранична. Тут все, что угодно можно сейчас сделать, и будет это актуально и правильно. Всем телезрителям я напомню, что наша программа записывается в уютном кафе «Арсенал», в уже арт-кафе «Арсенал», торгового центра «Фабрика». Загляните обязательно, тем более здесь не только обновленное меню, но и по пятницам бардовские вечера, а еще новый банкетный зал. Все это здесь, в кафе «Арсенал», торгового центра «Фабрика». Ну, а я задам вопрос следующему нашему гостю. Напомню, что сегодня у нас Алексей Позняков, мастер по тату, здесь сегодня. Он пришел у нас сегодня не один, а пришел вот с этим замечательным чемоданчиком. Что здесь, Алексей? Мне хочется узнать, что это за приборы какие там у тебя? Здесь у меня просто лежит мой инструмент, которым я непосредственно работаю. Что это такое? Это машинки. Вот, в принципе, что они из себя представляют. Это вот в сборе она, как она выглядит уже настроенном виде. Эта машинка что делает вот эта вот машинка? Татуировки. Это контурная машинка, которой наносится контур непосредственно. То есть, а как она? То есть, она двигается вот здесь вот? Ну, нет. Она двигается вот здесь, вот в этом месте. Происходят быстрые колебания. Ну, вот иголочка тут входит, выходит. То есть, вот как-то вот так вот? Ну, вот здесь. То есть, как швейная машина фактически? Практически. Вот это для чего тоже исполняется? Ну, это тоже. Ну, это вот блок просто. Если вот сюда... И, соответственно, плюс... Ну, это тут краски. Получается, что ты с этим чемоданчиком можешь выехать в любое место, да? И по заказу сделать. Скажи, пожалуйста, что используется в качестве краски? Хна, вот там или что? Ну, нет. Хна, она для татуировок не используется. Хна – это отдельный вид изобразительного искусства по телу, скажем так, росписи по телу. Вот это временное явление, которое наносится и через неделю-две сходит. И все. От него практически следа не остаются. А краски какие здесь используются? Краски здесь, как правило, используются либо природные, либо синтетические. Ну, на основе природных компонентов нейтральных, которые как бы для кожи не вызывают ни аллергических реакций, ни каких-то других побочных явлений. Скажи, пожалуйста, к тебе приходят люди какого возраста? Кто был самый юный, скажем, да, и самый старший? Ну, самый юный, наверное, это была девушка, однажды приходила. Но она, правда, приходила с родителями, иначе просто как бы я бы ее не принял и не сделал бы ей ничего. Ей было, по-моему, если я не ошибаюсь, 16 лет. Девушка решила сделать себе подарок на день рождения. Вот уговорила родителей, и те вот пришли как бы, ну, вот в присутствии родителей ей сделали такой подарок. А самый старший мой посетитель был дяденька один, ему было 62 года. Да, что ты говоришь, и с чем это связано, кстати? Вот, давным-давно, но он, как бы, мы ему исправляли старую татуировку. Ну, вот он решил как бы избавиться от нее таким образом, ну, сделать более нейтральный рисунок какой-то. Просто, говорит, ну, на пляже, бывает, вот с внуком выйдешь, говорит, ну, приходят всякие, подходят, спрашивают, там. Ну, видимо, пережитки какой-то бурной молодости его, там. Вот он устал, как бы, им это все объяснять, чтобы было сразу все видно и понятно. Вот он решил таким образом от нее объявиться. А бывают моменты, когда действительно татуировка не понравилась, и вот люди хотят ее переделать. Это легко вообще татуировку свести? Ну, такие моменты бывают, и довольно-таки часто. Вот, либо люди избавляются от старых, некачественных, либо как-то вот, ну, пришли к мастеру. Вроде бы, вот, он разрекламированный, такой хороший, красивый, там, вот, умеет это делать, а в итоге, получается, результат не удовлетворяет. Вот, тут уже, как бы, бывает, что либо исправляют этот рисунок на другой какой-то, либо прибегают, как бы, к помощи лазера. Сейчас есть такие приборы, которые, ну, удаляют татуировку. Правда, не знаю, насколько полностью, не полностью, и насколько длительна эта процедура. Ну, в зависимости от, там, всяких факторов глубины, там, проникновения пигмента от плотности его, там, и тому подобное. Короче, ну, удаляется татуировка, либо частично, либо полностью, либо перекрывается другим рисунком. Скажи, скажи, пожалуйста, а что бы ты ни стал делать на теле, вот, из рисунков, вот, из принципиальных соображений? Да, не могу так сказать. Я, в принципе, как бы, на данный момент придерживаюсь такой универсальной позиции, делаю практически все и практически везде. Вот, ну, не знаю, ну, и на лице, бывает, тоже приходится делать. И люди приходят и, вот, говорят, сделайте мне на лице. Вот. А так, ну, такого вот пока еще не было, чтобы вот я... А, нет, был один случай, извиняюсь, был. Я долго отговаривал клиентку не делать этого, в принципе. Ну, просто, как бы, была идея недостаточно умная, скажем так. Вот, девушка решила на видном месте, на кисти написать слово панк. Панк? Да. Причем, ладно бы, это было бы как-то там стилизованно, витьевато, ну, красиво, а это просто вот. Ну, я ее минут сорок, наверное, уговаривал не делать этого. В итоге она все-таки настояла на своем. Сделали. Алексей Позняков сегодня гость нашей программы, уважаемые господа телезрители. И наверняка многие из вас узнали вот в этом молодом человеке певца, солиста капеллы Комсомоли Алексея Познякова. Это еще одно направление в жизни Алексея, он его не бросает, потому что участвует практически в любом концерте капеллы Комсомоли. Участвует в мюзиклах, просто записывает песни. Группа у Алексея тоже есть и была, я не знаю, сейчас есть. Была. Но, тем не менее, это основа творчества. Вот мне хочется теперь поговорить об этом. Что больше, татуировка или песни? Ну, насчет музыкальной или вот этой вот сферы. Ну, теперь я, наверное, больше уже склоняюсь вот к этому. Потому что музыкальная, как бы, моя карьера, она, в принципе, не закончилась. Но я теперь нашел, как бы, отчасти другой способ для самовыражения. Вот в этом. Ну, и оно занимает большую часть моего времени. Вот. И, ну, остается, конечно, время и на занятия музыкой. Я это, конечно, все не оставляю. Я по-прежнему занимаюсь. Я занимаюсь капелле Комсомоли. И для кого-то, наверное, из телезрителей будет непривычно видеть меня вот в таком виде, а не в классическом костюме с бабочкой. Скажи, а вот коллеги по музыкальному цеху, скажем, они знают, чем ты занимаешься, да? Да. Они к тебе обращаются с тем, что... Ну, некоторые обращались, да. Не будем говорить, кто это, да? Вообще, когда люди приходят к тебе, ты соблюдаешь какую-то конфиденциальность, скажем, в этом плане? Ну, если люди это спрашивают, и если они хотят, чтобы это было скрыто, то, в принципе, да. А так вообще сейчас это как бы уже перестает быть каким-то секретом. То есть, как ты сказал, что если это модно, если это красиво, то это и не обязательно. Тем более, есть такой принцип в этом, что татуировку. Это психологический как бы подтекст. Татуировку мы делаем для окружающих, а не для себя. Для себя это уже вторая как бы степень. То есть, во вторую очередь мы ее делаем для себя. А в первую очередь для окружающих. Скажем так, если это не магическая штучка, то об этом можно говорить. А если мы сделаем такую татуировку, никому не скажем, определенного вида, будь то это защитная татуировка или какая-то еще, то здесь нужно уже молчать. Любая татуировка, как и ты тоже сказал, она помогает человеку преобразовываться. Наверное, внутри. Ну да, самовыражаться и как-то меняться даже отчасти. То есть, человек, получив татуировку, скажем так, он начинает по-любому себя как-то с ней преподносить, ассоциировать. И, естественно, в обществе он уже как-то меняется на глазах других людей. Алексей, вот скажи, татуировка где лучше смотрится? На обычном теле, либо на загорелом? Ну, как тут вот так сказать, на загорелом теле, ну, загорелая кожа, она ее отчасти забивает, вот ту яркость и там и прочее. Нет, конечно, лучше на чистом теле все это выглядит, оно более выразительно, более ярко. Вот так же, как татуировки на афроамериканцах, на чернокожих людях. На них же тоже делают татуировки, но только они плохо видны, плохо видны. Я делал однажды, мне доводилось. Ну, как бы тоже приходят и спрашивают. Вот мы сейчас говорим о татуировках как о виде искусств, да? То есть, о том... Единственное, что нету, скажем, музеев, выставочных залов, где можно посмотреть, потому что это же все делается на живых людях. Ну, почему же? Сейчас проводятся фестивали всевозможные, где можно прийти, посмотреть, показать себя, пообщаться с этими людьми. То есть, проводятся конкурсы также, связанные с татуировкой. Ну, и много других конкурсов, много других мероприятий интересных, связанных вот с этим всем течением. Кстати, в нашем городе пока не проводились подобные фестивали. Я представляю просто, если в выставочном зале вместо картин придут люди в татуировках. Была такая мысль организовать что-то подобное, но пока еще недостаточно как бы... Ну, скажем так, материал, да нет, не материал, а народ еще немножко не готов для этого. Здесь у нас в городе, по крайней мере. Может быть, кто-то там и есть, да, кому это было бы интересно, но пока еще вот как бы мало таких людей. Хотя, в принципе, идея была насчет проведения такого мероприятия. Но мы, не знаю, не выставочный центр имели в виду, а все-таки хотелось бы какую-нибудь открытую площадку организовать для этого. То есть, это большой фестиваль, где будет не только представлена татуировка, но и какие-то музыкальные группы? Ну, естественно. Одной татуировкой там это бы дело не ограничилось. Хотелось бы туда включить и художников, каких-нибудь свободных художников, которые занимаются граффити или еще каким-то видом прикладного такого творчества. Потом, хотелось бы пригласить танцоров, музыкантов, так же, чтобы они приняли участие в этом импровизированном фестивале. Конечно, такой, как и Москвеевы, пока сделать не получится, но хотя бы такого вот маленького масштаба городского нашего можно было бы сделать и пригласить каких-нибудь гостей там откуда-нибудь. Да даже с той Москвы можно договориться, пригласить людей. Они приедут с удовольствием, мне кажется. Алексей, скажи, вот ты общаешься со множеством людей, к тебе приходят разные люди, просят сделать татуировку. Наверняка некоторые делятся своими историями. Наверняка с тобой что-то происходило. Может быть, вспомнишь что-то интересное для наших телезрителей? Много всяких интересных ситуаций было таких. Пришли знакомые ребята, вроде как, ну, договорились, созвонились мы. Вот там какому-то их товарищу надо было сделать татуировку. Вот он захотел. Ну, я им говорю, давайте приезжайте. Они приезжают, значит. Привели этого товарища. Но он был, если сказать, что немного нетрезвый, это ничего не сказать. Но он был изрядно выпивший такой. Вот. Ну, они говорят, типа, вот он хочет. Ну, он со мной тоже пообщался, что он хочет. Объяснил мне, пока еще был в сознании нормальном. Вот. Ну, я ему подобрал рисунок, нарисовали ему все. И вот пока я ему делал, он допинг-то этот принимал еще свой. Вот. Он с собой принес. И, значит, пока я ему доделал, он уже нокаутировался там в этом кресле. Отключился практически. Вот. Я ему все доделал, значит. Ну, я сделал все нормально. Аккуратно, красиво там. То есть, все достойно. Вот. Но только, когда его уже начали приводить в чувство, он уже ничего не соображал. Чего там, как там, что ему сделали. Вот. Мы его, значит, подняли, разбудили, одели. Ну, верхнюю одежду. Все, я его заклеил. Посадили в машину. Отвезли к дому. Отправили в подъезд. Но он качающейся походкой пошел к себе. Я вот говорю, наверное, он поутру-то для него был хороший сюрприз. Когда? Потому что пока он находился там у меня, он мало чего соображал. Вот напоминает историю из кинофильма «Мальчишников в Бангкоке». Да, вот что-то типа такого. Когда главному герою в бессознательном состоянии вырезали татуировку, конечно, по его желанию, но он был... Ну, естественно. На тот момент тот тоже желал. Алексей, ну вот, если, наверное, есть у человека такое желание сделать татуировку, нужно все-таки делать. Ну, если человек созрел мозгами до этого, если ему уж прям так это необходимо, жизненно или там как-то на данный момент... Тем более это доступно сейчас, фактически. Ну, в принципе, да. Ну, они и приходят, вот и делают, как бы, в принципе, не особо, как бы, заморачиваются по этому делу. Ну, естественно, только что с рисунком. Вот выбор рисунка, как бы, да. А так вот... Понятно. Ну, и напоследок, наша передача, в конце, каждый наш герой, гость что-то желает нашим телезрителям очень хорошее и доброе. Ну, я хотел бы пожелать нашим телезрителям, ну, прежде чем что-то сделать, вы подумайте хорошенько. Не спешите с этим своим принятым решением. Вот. А нормально взвесьте, обсудите, нужно ли вам это. Вот. И если вы действительно поняли, что оно вам нужно, ну, тогда нет преград. Спасибо большое. Тебе всего хорошего. Самое главное – успехов в творчестве. А татуировка, как мы выяснили сейчас, это творчество. В чистом виде, фактически, искусство. Ну, и всего самого доброго и наилучшего. Спасибо. Итак, уважаемые господа телезрители, сегодня в программе «Арсенал истории» мы беседовали с мастером по татуировкам Алексеем Позняковым. Я надеюсь, вам понравилась эта беседа. Встретимся с вами опять здесь, в кафе «Арсенал» ровно через месяц. «Арсенал» ровно через месяц.